И в протяжении темы. Три тыдни месяца депутаты Палаты представников Национального Схода Республики Беларусь працуют в Минске. Один тыдень у своих выборчих округах. Наша сдымочная группа провела день разом с депутатом Вольгой Крэч, которая баллотировалась от Гомельской Новобелецкой округи. Об висновых и уражениях репортаж Марины Северяновой. Гомель – шматповерховка на Жамчужной. Тут живет Наталья Гарайнова, можно сказать, подопечная Вольги Крэч. Бедага Мельчанки, яна больше не може самостоинно помыться за тяжкое захворывание. Если мне эта ванна по пояс, я к ней близко подойти не могу. Я даже голову с трудом мою. Рыск обвострилась хвороба ногу Натальи Гарайнова и год тому. До этого активной и живой женщины пришлось взять в руки мылицы. Без их зараз и кроку ступить нелега. Каб обойти вокруг дома, вернуться в квартиру, треба годины-две. Та помочь некому, Наталья живет одна. Облегчают одиноту социальные работники до 11-ти годового пудель куку. Першие допомогают с уборкой, доставкой продуктов, а хатный любимец, мотивую господиню что день выбираться с дому на прогулку. Для допомоги потребилась Наталье и у ворошения ящерной проблемы. Ванная, в квартире есть, а помыться ее женщина не может. Как туда забраться с такими хворыми ногами? Сосработник меня в эту ванну запихивает, оттуда выпихивает. Это очень все больно. Облегчить житие Гомельчанки вызвалася Вольха Крэдж. Уже закуплено все необходимое для усталевания замест ванной поддона. Так нарешті можно буде мыться без сторонней допомоги. На развитание Наталья Алексеевна поделилась с нами и ашерной марой, каб прооперировать ноги и выкинуть нарешті мылицы. Наступный пункт у деловым распорадку Вольха Крэшна сёння показать нашей здымошной бригаде лес за новым гандлёвым центром Крэшталь у Новобелеца. Тут по ею инициативе буде створен эко-парк. Мы находимся с вами в очень красивом месте, на первый взгляд. Это одно из очень таких лесистых местечек в Гомеле. Сюда приходят люди отдыхать. Но, к сожалению, очень неаккуратно себя здесь ведут. Мы видим здесь и бутылки, и бумажки, и чего вот здесь только под ногами не видно. Очень омрачает это настроение. Что можно сделать? Я знаю, что у вас есть предложение по оккультуриванию этого места. Здесь появятся скамейки, всё будет дерево, не будет ярких цветов, не будет каких-то пластиков, а будет всё только натуральное. Естественно, варкау-площадки, что здесь могли проводить время дети любого возраста. Это место для скандинавской ходьбы. Здесь есть в новобилице люди, которые занимаются этим. И я думаю, к ним потянутся другие, потому что это, прежде всего, здоровье. На Узлеску мы сестрели гамельшаны и подекавилися, как они относятся до новой идеи депутата. Мы только за, нам нравится здесь гулять, мы часто ходим через эту дорогу. Ну, было бы приятно, если бы здесь было чисто, убрано, и какие-то были скамейки развлекательные, может, верёвочный городок тот же. Едем в родную для Вольги Крэдж третью городскую клиничную больницу. Тут она отпрацовала амаль 20 годов. Восемь опошних на посаде загадчика отделения недоношенных детей. Зараз основная работа Вольги Крэдж в палате представников. Но медицинскую деятельность так само протягивает. Раз поразберы дежурствы у своем отделении. По колю отделения не чувать детских голосов. Не мовлят за ковиду перевели в больницу на Жарковского. Тут зараз чистая зона. Врачи приходят сюда с червоной перепрануться и выпить горбаты. И обмерковать медицинские планы. Например, по инициативе Вольги Крэдж в больнице з'явится вельми необходное тут обсталевание. Подтримку депутата, коллеги и керовнисты медустановы отшивают постоянно. Человек очень отзывчивый, человек очень добрый, который всегда готов подставить плечо и прийти на помощь. На питание, что самое складанное у депутатской деянности, Вольга Крэдж отказывает без роздуму. Знаете, учитывая, что я почти 30 лет проработала врачом, а врач – это первая очередь, это помощь людям. Поэтому, собственно говоря, ничего не изменилось, кроме того, что людей стало больше. И на гидом працованный день в Ольге Крэдж еще не завершены. Я ее чекаю прием граждан. А люди чекают встречи со своим депутатом. Принеси Верьянова, Сергей Камко, Тель Радо и компания Гомель.